Игромания Главные новости индустрии пришли из Анахайма Там на фестивале любителей звездных войн Electronic Arts раскрыла новые подробности о Star Wars Battlefront от студии DICE В сетевых боях на Эндере, Татуине, Хоте и Салосте смогут участвовать до 40 человек Традиционной кампании не ожидается, зато будут одиночные миссии для тех, кто хочет побегать в окружении ботов В сражениях были замечены реактивные ранцы, наземная и летающая техника, истребители и, конечно, шагающие бронемашины Режим от первого или третьего лица выбирают сами игроки, что кому удобнее В имперские штурмовики отныне берут не только мужчин, но и женщин Хотя пока не очень понятно, как опознавать их в закрытых белых с черным доспехах Ну, разве что по форме грудной пластины Стала известна дата релиза — 17 ноября Количество платформ стандартное — три штуки PC и две консоли последнего поколения Медики из Калифорнии зафиксировали одну из самых необычных в истории травм, связанных с играми 29-летний житель Сан-Диего, играя на смартфоне в Candy Crush, ухитрился порвать связку большого пальца Произошло это после того, как он играл в Candy Crush ежедневно, с утра до вечера, 8 недель подряд Он буквально жил, держа в одной руке смартфон и разрушая виртуальные конфеты Больше всего врачей поразило то, что человек, много дней подряд травмировавший собственную руку, не чувствовал боли Пострадавший заподозрил неладное и обратился к врачам только после того, как связка порвалась И большой палец перестал двигаться вообще Почему не было боли? Эту медицинскую загадку разгадали По мнению врачей, причиной стала сама игра Точнее, как они выразились, визуальное отвлечение и крайне приятный геймплей Ученые давно подметили анестетический эффект у видеоигр Но в данном случае из-за этой особенности чрезмерно увлекшийся конфетами игрок был вынужден перенести операцию на руке В Австралии закрывается местное подразделение 2K Games Студия 2K Австралия в городе Канберра Бывшая Irrational Канберра за 13 лет успела поработать над Freedom Force, Pribes Vengeance, SWAT 4, тремя частями Bioshock Не слишком удачный XCOM Declassified и недавний Borderlands, The Pre-Sequel Сколько людей уволено, не сообщается Причины закрытия финансовые и, возможно, логистические Согласно некоторым источникам, изначально планировался переезд студии в Мельбурн Но кое-кто на это не согласился, люди стали уходить и студию было решено просто закрыть Это весьма печально, потому что 2K Австралия была последней крупной студией на пятом континенте Таким образом, Австралия плавно исчезает с карты игровой индустрии Теперь там остались лишь независимые разработчики Valve принимает меры против расплодившихся в Стиме жуликов, фишеров и всевозможных спамеров В системе отныне действует правило «Сначала покажи 5 баксов» Работает оно так Те, кто не потратил в Стиме 5 долларов или эквивалент Не смогут приглашать в друзья, начинать групповой чат, голосовать на Greenlight, торговать Часто писать сообщения в дискуссии, получать уровни учетной записи, ну и так далее Если пользователь хочет получить доступ ко всем функциям, он либо зачисляет 5 долларов на свой кошелек, либо покупает игру, либо приобретает для кого-нибудь подарок на ту же сумму Valve рассчитывает, что нынешним жуликам не по карману заплатить 5 долларов, прежде чем начать творить свои темные делишки На этой неделе внезапно были выпущены продолжения сразу для двух старинных игр Вышедший 12 лет назад противоречивый второй Postal обзавелся дополнением с новыми миссиями, картами, боями и изменениями в геймплее Это уже второе официальное дополнение, первое появилось 9 лет назад Разработчики студии Running with Scissors объяснили свое решение настойчивостью поклонников Другая игра вообще вышла в прошлом веке Это Age of Empires 2 из 99-го года 15 лет спустя анонсировано обновление с новыми цивилизациями, компаниями, режимами, войсками и много чем еще Правда, дополнение рассчитано на относительно недавний HD-ремейк Название пока неизвестно, а работать над ним будет команда, сделавшая позапрошлогоднее дополнение The Forgotten Что нашло на разработчиков и почему они решили заново вернуться к настолько древним проектам? Ну, этого наука пока не знает Возможно, дело в солнечной активности Electronic Arts закрывает сразу 4 условно-бесплатные онлайновые игры Need for Speed World, FIFA World, Battlefield Play for Free и Battlefield Heroes Причина названа честно Они уже не особенно популярны Да и вышли уже достаточно давно Battlefield Heroes, например, появилась еще в 2009 году Когда жанр условно-бесплатных боевиков был юн и наивен Сразу после релиза игра и правда пришлась публике по вкусу Она была веселой, красивой, сбалансированной и не требовала серьезных вложений Но все изменилось через несколько месяцев Когда донат в игре стал жестким А разработчики признали, что иначе проект просто закрыли бы И вот теперь, спустя 5 лет, его все-таки закроют Но не сию секунду, а лишь через 90 дней Так что у тех, кто не успел побегать в Battlefield Heroes Или погонять в Need for Speed World Есть шанс сделать это в последний раз Для общего, так сказать, развития На канале Carbot Animations Стартовала серия обучающих видео Для тех, кому трудно освоить основы полей сражений в World of Warcraft Первый ролик посвящен низине Аратии Где Альянс и Орда захватывают друг у друга лесопилки, шахты и прочие молотилки Правило номер один Никогда не забывайте поднять флаг на собственной точке А то мало ли что бывает в пылу битвы Правило номер два Никогда не поворачивайтесь спиной к своему флагу Разглядывая окрестности, слишком легко не заметить подкрадывающихся гномов Интересно, о чем это машет руками тот Таурен? И третье правило Всегда стерегите возрождающихся врагов на кладбище Особенно если там одинокий паладин, а вас целая толпа Нужно быть настоящими фанатами огромных человекоподобных роботов Чтобы построить настоящий боевой тренажер вокруг игры Steel Battalion Вышедший в 2002 на самой первой консоли Xbox Над созданием тренажера работал десяток специалистов От электронщиков до конструкторов Он представляет собой чудо техники Огромная панель управления Переделанная из оригинального контроллера для Steel Battalion Тут кнопки с меняющимися цветами подсветки Два джойстика Вибрация на педалях и сидении Военные наушники и куча камер Здесь есть вентиляция Освещение Огнетушитель Система катапультирования И даже работающий телефон Все желающие могут наблюдать за ходом тренировки снаружи И чтобы сохранить дух ретро Создатели использовали только экраны на электронно-лучевых трубках Вот уж поистине, чего не сделаешь ради любимой игры Даже если она вышла 13 лет назад Мы часто рассказываем о том, как суровые бородатые кузнецы Куют железки из видеоигр Острые, тяжелые, реалистичные, но напрочь лишенные магии Для тех, кому хочется приобщиться к волшебству Светлана Квинт с канала Камуи Косплей Сделала темную скорбь Легендарную Секиру Шэдоу Морн из вселенной Варкрафт В дополнение Wrath of the Leech King Игрокам, желающим заполучить его Требовалось проявить недюжинное упорство Пройти кучу квестов И собрать несметное количество ингредиентов Создавая реальную реплику темной скорби Светлане тоже пришлось потрудиться Разработка формы оружия Работа с пластиком Лепка, клейка И самая ответственная часть Электротехническая возня с диодами И проектировкой их анимаций Результат Настоящая магия Шэдоу Морн сияет ледяным пламенем Не хуже, чем в игре Конечно, ей уже ничего не расколотишь Но выглядит она просто волшебно 14 апреля В день, когда более ста лет назад затонул Титаник Канал Cinefix отметил годовщину роликом По мотивам одноименного фильма Джеймса Кэмерона Восьмибитный Титаник Оказался смесью карточной игры Бродилки по кораблю Симулятора романтических отношений С пиксельной подругой И даже танцевально-ритмической игрой Особенно авторам удался корабль И его интерьеры В духе ролевых игр 80-х Жаль только, что сцены крушения В таком исполнении Немного потеряли в эпичности Но что поделать Восьмибитные ограничения Самой популярной машинимой Снятой с помощью редактора видео Для компьютерной Grand Theft Auto V Стал ролик Running Man С канала 8-Bit Buster Автор видео выложил его буквально мгновенно К релизу Конечно же, не без помощи разработчиков За считанные дни Ролик набрал свыше миллиона просмотров Сюжет нехитрый Красавец Тревор Просыпается с бодуна И отправляется на пробежку Да такую долгую Что за ее время У него отрастает борода Пока его товарищи Занимаются своими делами Тревор бежит все дальше и дальше По игровым просторам Наглядно показывая Возможности игровой камеры Добежав до конца пути До пирса Дель Перро Бегун некоторое время размышляет А потом, как настоящий Форест Гамп Кидается назад Мораль Занимайтесь спортом А не преступностью А еще После релиза PC-версии GTA 5 Выяснилось Что особенно хорошо Выглядят с новыми Возможностями редактора Игровые глюки Особенно моменты Когда жители города Сохраняют невозмутимое Спокойствие В самом странном положении Например Вот в этой городской пробке Как выясняется Пробка настолько серьезная Что ее проще взорвать Дабы освободить проезжую часть Ну а пока автомобили Догорают под пасмурным небом Мы переходим к традиционной Рубрике трейлеров Сопровождение к новости о Star Wars Battlefront Длинный трейлер Который легко спутать Со сценой из фильма Главный ролик недели Подробный Пятиминутный трейлер Игрового процесса The Witcher 3 Wild Hunt От студии CD Projekt Red Rockstar Посвятила отдельный трейлер Новому редактору видеороликов Для Grand Theft Auto V И GTA Online Новые возможности Только на ПК Студия Bungie Представила второе дополнение Для Destiny Под названием House of Wolves И да начнется охота Якуб Дворский И чешская студия Amonita Design Представили тизер Долгожданной Третьей части Одного из необычнейших квестов Саморост Square Enix Поделилась вступительным видео К дополнению Heavensward Для онлайнового мира Final Fantasy XIV В самом начале Любезное предупреждение О спойлерах А что это значит? Вы знаете, в комнате Ощущение проливного дождя Мне кажется Эти С тема охлаждения Она Так сказать В смысле Дует Она же не дает Воду, правда? Хотя За 400 тысяч Ведь могли бы Чистым коньяком Обдувать Иксоу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok